Феном ФМ. 99,6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новая волна 80-х. Здравствуйте. В эфире программа «Содержание» на радиостанции Феном ФМ 99,6. И у меня её ведущего Александра Лепницкого. Сегодня очередной необычный гость. Это у меня такая летняя коллекция для вас. Юрий Сопрыкин. Здравствуй, Юр. Здрасте. Юрий Сопрыкин для меня совершенно неразрывно связан просто с таким информационным бумом, который на меня всегда накатывается, когда я нехотя покупаю журнал «Афиша». Нехотя. У меня ещё, Юр, есть товарищ банкир. Да, он серьёзный, крупный немецкий банк. Так он мне не раз говорил, он говорит, я боюсь этот журнал, потому что понимаю, что жизнь проходит мимо. Я куплю его, потом думаю, а как же я всё это за неделю хотя бы одну сотую освою. А он на самом деле придуман для людей, которые никуда не ходят. Ничего не смотрят и не слушают. Но вроде как вот просканировал журнал, вроде как уже в курсе. Гораздо страшнее. Мне вот жаловались раньше разные такие московские люди, что вот у них жёны, допустим, следуют всем рекомендациям рубрики «Вещи» журнала «Афиша». Вот они нас проклинали за это. Говорит, каждые две недели, так сказать, отправляется по магазинам, спускает ползарплаты. Что ты будешь делать? Ну, до того, как я раскрою страшную тайну, почему ты сегодня у меня здесь оказался, я хочу спросить, вот до того, как ты стал главным редактором журнала «Афиша» в 2004 году, как ты туда попал и вообще, как начиналась вся эта история. Этому предшествовала удивительная радиокарьера, которая началась совершенно внезапно, просто волею случая, когда я, будучи студентом философского факультета университета, поехал провожать однокурсницу, которая собиралась устраиваться куда-то на работу. В итоге её на работу не взяли, а меня взяли. И работа была организована людьми, которые вскоре приобрели радиостанцию «Авторадио», где я счастливо в 1993 году и оказался в роли какого-то ведущего музыкальных программ, затем и программного директора. То, что я там пытался развести в эфире какая-то смесь Аллы Пугачёвой и группы «Радио Хэт», это радиостанцию ввело к прямой гибели. Вот, когда я оттуда ушёл, у неё рейтинги за месяц буквально резко взлетели, там, вдвое или втрое. В общем, расставание произошло к обоюдной радости. Потом я поучаствовал в создании нашего радио. Ну, не то чтобы в создании, работал там первые два года его существования, когда оно было, ну, по-моему, гораздо более весёлым и разнообразным, нежели в последующие годы. А потом каким-то образом меня занесло в афишу. Причём, опять же, я появился там перед выпуском первого номера. Мне заказали материал, что тоже странно сейчас себе представить, про группу «Тайм-аут». Кстати, учитывая ситуацию на московском журнальном рынке, вообще символично, что в первом номере журнала «Афиша» была статья именно про группу под названием «Тайм-аут». Вот, а после выхода этой статьи, тогдашний главный редактор Илья Осколков-Цинципер дал охране приказ не пускать этого идиота на порог. Вот, и в течение следующего года я был там персоной Нонграда. А потом как-то счастливо вновь оказался в редакции, и вот этот роман уже не прекращается в тех или иных формах до сих пор. Ну, а теперь я открываю страшную тайну. Я посетил на прошлой неделе фестиваль «Пикник-афиша», на который я мечтал пойти, по-моему, 9 лет подряд. И каждый раз что-то случалось. Никогда я не мог прийти на ваш фестиваль, и вот, наконец-то, благодаря твоему приглашению, я оказался. Саша, зато за предыдущие 8 лет у нас была возможность подготовиться и сейчас уже предъявить вам всё в наилучшем виде. Да, скажу, что впечатления у меня очень сильные. Я так себе представлял какой-то западный фестиваль. Вот по качеству музыки, звука, обилие интересных молодых людей. Говорят, что до 60 тысяч собралось в этот раз. Ну, около того. 23 июля 2011 года 60 тысяч человек в Коломенском, причём ни одного инцидента. Браво, браво. И я хочу уже сейчас перейти к музыке. Я просил тебя принести песни, группы, которые в последние годы как-то таким или иным образом составили цвет фестиваля «Афиша». Да, с чего мы начнём? Давайте начнём с небольшого флэшбэка. Два года назад у нас выступала американская гаражная группа «Блэк Липс», которая и тогда наделала немало шуму, а в этом году выпустила, по-моему, совершенно блестящий альбом «Arabia Mountain», который записал для них в качестве продюсера Марк Ронсон. Вот человек, который продюсировал Эмми Уайнхаус. Вообще такой тонкий стилизатор, знаток музыки 60-х годов. Вот будем считать это приветом от пикника 2009 года, так сказать, года нынешнему. Мне нравится название песни группы «Блэк Липс» «Family Tree» — «Семейное дерево» или «Древо». «Блэк Липс» 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 Мы в этом году очень много спорили на эту тему. Мне кажется, что да. Мои коллеги считают, что нет. Этот вопрос для нас не решен, но вот есть у многих товарищей моих ощущение, что появление там Шевчука все-таки переводит это совсем уже в формат нашествия. Ну, то есть, где Шевчук, там и до машины времени недалеко. Хотя мне кажется, что, во-первых, Юрий Юлианович это вообще то немного искреннее, честное и при этом дико профессиональное, что у нас есть. И, во-вторых, за последний год его образ публичный очень сильно изменился, и сейчас он является далеко не каким-то вот таким говнорокером, который поет про последнюю осень или там... Да, согласен. ...что такое осень – это небо, а он является очень актуальным, очень резким, радикальным и серьезным музыкантом. Да, и музыка очень освежилась. Да, да. Я с тобой согласен. И тем не менее... Так что через год придется решать этот вопрос заново. Хорошо. И тем не менее, я бы хотел сейчас послушать предложение от тебя, что-нибудь совсем свеженького, что мы будем слушать сейчас. Вот это уже группа этого года, такой нью-йоркский дуэт «Рейнбоу Арабия», немножко этнический, немножко электронный. Вокалистка оказалась страшно похожа на Патти Смит, вот, и есть в ней вот какая-то такая нью-йоркская богемная порода. В общем, одно из ярких событий этого года – «Рейнбоу Арабия» – песня «Меканикл». 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 Продолжение следует... 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 Мне приятно, что у нас есть такой кредит доверия. Мы там долгие годы его зарабатывали, и на первых пикниках, когда люди приходили слушать, когда мы привозили каких-то совсем-совсем мало кому известных артистов, и вдруг собирали там полные площадки, полные парки. Это было ужасно приятно, но сейчас всё разрослось до таких масштабов, что действительно в любое время, на любой сцене ты видишь довольно страстно и трепетно относящуюся к музыке публику в большом количестве. Юр, а если говорить о тенденциях, что сейчас больше любят слушать москвичи? Москвичи и гости столицы. Да. Ну, москвичи-то слушают разные. Вот на днях вышел журнал Forbes с рейтингом знаменитости, и вот из него следует, что москвичи слушают Стаса Михайлова. Он самый много зарабатывающий, самый богатый, даже не сказать артист, он перегнал там в том числе и теннисистку Марию Шарапову, и вообще и всех русских людей шоу-бизнеса. Но «Пикник Афиш» не совсем про это. Всё-таки не все вкусы москвичей и гостей столицы туда попадают. Из тех людей, которые интересны нам и которым интересны мы, очень хорошо идёт, ну, как сказал один мой знакомый, вот любые вариации на тему группы MGMT. То есть такой немножко электронный, немножко под 80-е танцевальный рок. Вот, а Эд пользуется огромным спросом что по-русски, что по-английски во всех интерпретациях. А вот группа БАК-65, которую ты выделил на четвёртое место. А вот группа БАК-65, это, так сказать, на самом деле даже не группа, а это человек. Канадский рэпер, который, с одной стороны, вроде бы делает хип-хоп, с другой стороны, он такой по духу почти блюзмен, почти Серж Генсбург. Вот такой певец грустных мужских песен. Это как раз пример того, как нам иногда удавалось показывать зрителям пикника совсем-совсем неизвестных артистов, которые потом куда-то выходили наверх, взлетали. Ну, и даже вот это первое знакомство получалось совершенно триумфальным. Мы его привозили в 2006, кажется, году на главной сцене. Это был очень яркий, очень крутой концерт. А вот сейчас послушаем то, что он делает в году 2011. БАК-65. Би-си-си. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Русский рок в лицах. Мы слушали вместе с моим гостем Юрием Сопрыкиным песню группы Kaiser Chiefs, которые были одними из хедлайнеров последней афиши. Если говорить о таком мейнстриме, то я как раз попал 23 июля на концерт с Marina and the Diamonds. Мне как раз показалось, что вот это та середина, середина middle of the road для афиши. Абсолютно. У нас уже в программировании фестиваля есть какие-то условные слоты, которые мы называем для себя какими-то внутренними обозначениями. В частности, важный момент, что где-то часа в 3-4 на главной сцене должна быть своя Абба. То есть должна быть такая крепкая, полуэстрадная, по-хорошему попсовая, и при этом такая не очень коммерческая группа или артист. Вот в этом году эту функцию как раз с абсолютным блеском исполнила Marina and the Diamonds. Человек, которого мы слушали в записи неоднократно, но вживую это производит совершенно иное ощущение. Это, опять же, невероятный профессионализм, дикая энергия и какое-то море обаяния. Надо сказать, что у меня на выступлении Марины как раз случился такой очень эмоциональный момент, что называется пробило. Когда я сидел на горе, огромное количество народу, не самый известный артист, при этом невероятная какая-то энергия прёт со сцены, и публика тем же отвечает. И я понял, что последние 10-15 лет постоянная тема среди московских промоутеров, московских меломанов, когда же мы сделаем вот такой музыкальный фестиваль западнический, большой, с несколькими сценами, с хорошими западными артистами, чтобы при этом всё это было коммерчески успешно. Мы постоянно шли обсуждения, сколько для этого надо денег, 2 миллиона долларов, где их взять, и вдруг я понял, что как бы пикник афиши не совсем сознательно, но вот превратился именно в это. То есть, если у тебя в середине дня играет артист уровня Марина Энда Даймондс, и её смотрит такое количество людей с таким энтузиазмом, то значит, всё получилось. А мы будем слушать как раз в середине нашей радиопередачи содержание песню Марина Энда Даймондс «I'm not a robot». You've been acting awful tough lately, smoking a lot of cigarettes lately, but inside, you're just a little baby, oh. It's okay to say you've got a weak spot, you don't always have to be on top. Better to be hated, than love, love, love for what you're not. You're vulnerable, you're vulnerable. You are not a robot, you're lovable, so lovable, but you're just trouble. Guess what? I'm not a robot, a robot. You've been hanging with the unloved kids who you never really liked and you never trusted, But you are so fanatic, pick up all the pins, never committing to anything. You don't pick up the phone when it ring, ring, rings. Don't be so pathetic, just open up and sing. I'm vulnerable, I'm vulnerable, I am not a robot, you're lovable, so lovable, but you're just trouble. Guess what? I'm not a robot, a robot. Содержание. Русский рок в лицах. У меня сразу возник вопрос к моему гостю Юрию Сопрыкину. Юра, вот «I'm not a robot», «Я не робот», песня, которую мы только что послушали, она очень хорошо характеризует атмосферу на фестивале «Пикник Афиша». Он очень живой, совершенно не заорганизованный. Чем это объясняется? Тем, что много молодых людей привлекаются к организации? Много молодых людей также привлекаются к посещению фестиваля. На самом деле есть какие-то вещи, которые мы интуитивно угадали в самом начале, вещи, которые обеспечивают эту атмосферу и этот, как мы это называем, невидимый фейсконтроль. То есть на фестивале не продаётся алкоголь и никогда не продавался. Это означает, что уже какая-то часть публики, ну там, несколько агрессивная и создающая какой-то напряг, автоматически отсекается. Они могут прийти в Коломенское, но не понимают, что там делать. Им не весело. В жару без пива. Да. День на ветер. Во-вторых, ну как бы сам набор там имеющихся развлечений, всё это сделано чуть-чуть более качественно, чем обычно происходит в Москве на уличных праздниках. И от этого создаётся ощущение, что ты попал, ну вот не на какой-то там фестиваль пива, мёда или чего-то ещё, и не на вещевой рынок, а на, ну, какое-то немножко чуть более качественное, чуть более волшебное событие, чем вообще это бывает в обычной жизни. Вот. И от всего этого людей как-то до такой степени, ну вот там повисает какое-то облако хорошего отношения друг к другу, что ли. Это происходит из года в год, несмотря на всё более увеличивающееся количество посетителей. В этом году было ровно то же самое. Такая лёгкая летняя эйфория. Вот. Я уже не понимаю, как оно достигается, и уж совершенно для меня совершеннейшая загадка, почему за восемь лет, что мы проводим этот фестиваль, ни разу не было дождя, вот. Но как-то всё вот звёзды так встали, что судьба нам помогает, и атмосфера там создаётся самая, что ни на есть человеческая и правильная. Такой музыкальный фестиваль с человеческим лицом. А теперь, если вернуться к слову содержание, надо сказать, что моя программа, она всё-таки старается фокусироваться на группах, которые придумывают хорошие тексты на русском языке. У вас такие группы обязательно включаются, собственно, в сет-лист? Я честно должен сказать, что на содержание текстов мы не то чтобы пристально смотрим, и уж точно по этому пункту коллектива не отбираем. Предварительно литовка не производится. Вот. Но это же вещи взаимосвязанные. Если есть какие-то яркие, талантливые, выдающиеся, так сказать, из общего ряда артисты, то, видимо, и с текстами у них тоже очень часто происходит что-то такое. Что-то своё, что-то цепляющее, что-то более серьёзное. Вот одним из любимейших моих музыкантов последних лет является питерский товарищ Арсений, лидер группы Padla Bear Outfit. Человек, который и в музыке, и в сценическом поведении, и в текстах, он как-то продолжает традицию 80-х годов, золотого века русского рока. Он играет, с одной стороны, немножко в юродио, с другой немножко в такого Курта Кобейна, в какую-то отвязанную рок-звезду. И в прошлом году мы поставили его на какой-то очень странной сцене, совсем под деревом, без помоста. Он играл на уровне толпы, которая у него собралась, как бы будучи окружён толпой. Вот для меня это было одной из самых запоминающихся вещей на фестивале. То есть выходит человек просто как бы без всяких света, звука, трюков рвёт публику на части. Вот и в этом году одним из самых ярких моментов был их дуэт с Ильёй Логутенко, как раз на сцене, посвящённой трибюту «Муми-троля», где они пели логутенковскую песню «Сайонаро-диско». На Ютьюбе это всё можно посмотреть. Тут, конечно, ну как бы в связи с особенностями поэтического стиля Ильи Игоревича особого содержания, может быть, и нет, но это был такой вот настоящий рокерский, гаражный, грязный, экстатический звук. Вот, собственно, да, кавер «Падлый бар-аутфит» без Логутенко сейчас можем послушать. «Сайонаро-диско». 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 которые имелись в этой песне, остался только припев на полуяпонском, полуитальянском, не поймешь в каком языке. Но тем не менее. Ну, я знаю, что Юр подумал, что если бы мы в области политики и тем более экономики также бы смогли приблизиться к западным стандартам, как это получается у героев, у участников, именно русских участников фестиваля «Пикник-афиша», то можно было бы оказаться уже завтра в совсем другой стране. Если бы мы шли бы такими же темпами в других областях. Очень хотелось бы. Я помню, что в 80-е годы на группу «Звуки Му» очень большое влияние оказала группа «Джо Дивижн», и среди песен, которые ты сегодня принес ко мне в студию, есть одна, которая напомнила мне те времена начала 80-х. «Let's dance to Joy Division». Что это за группа «The Wombats»? Это вот как раз такой танцевальный инди-рок, веселый, как бы непритязательный, и при этом, ну вот вживую, это, конечно, энергия бьет полным ходом. Еще одним свидетельством того, что с фестивалем все в порядке, для меня стало то, что я вышел с концерта Земфира, так поднялся вверх по горе, то есть закончился сет Земфира, отгремел салют, в общем, понятно, что там море как бы людское со всех сторон, вот такое ощущение, что ничего больше нигде не происходит. Я вот поднимаюсь вверх по горе и обнаруживаю совершенно оголтевую толпу, которая пляшет под группу «Вомбатс» на совершенно другой сцене, вообще не обращая внимания там ни на Земфиру, ни на все происходящее кругом. Вот, и тут я понял, что, ну, в общем, все получилось. Настоящий музыкальный фестиваль – это вещь, где люди должны, ну, как бы, не успевать посмотреть все, где они должны бегать от сцены к сцене, где они должны в какой-то момент наплевать на хедлайнера и остаться просто танцевать под какую-то полуизвестную, малоизвестную, но очень крутую группу, может быть, случайно встреченную. Ну, и настоящий фестиваль, он действительно создает такие однодневные клубы поинтересу на разных сценах. Кстати, с «Джой Дивижн» в этом году есть еще один интересный факт. Вот говорят, что у еще одного хедлайнера фестиваля, у Кортни Лав, вот ее первый, так сказать, сексуальный опыт случился как раз на концерте «Джой Дивижн». Но об этом позже, а сейчас потанцуем по «Джой Дивижн» в исполнении группы «The Wombats». Субтитры сделал DimaTorzok 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 «Джой Дивижн» Содержание «Русский рок в лицах» Хорошо, мы поплясали вместе с моим гостем Юрием Сопрыкиным под «Джой Дивижн» в исполнении группы «Джой Дивижн» А теперь, Юра, я хочу немножко о грустном. Уже с задним числом, конечно, я понял, что концовка, которую вы придумали для пикника «Афиши-2011», она удивительным образом совпала с тем, что в этот день, собственно, и произошло. Я имею в виду смерть Эми Вайнхаус. Даже не в этот день, а, собственно, сообщения появились первые как раз во время концерта Земфира, который закрывал пикник. У большинства людей, которые находятся на пикнике, в этот момент уже не работают мобильные телефоны, потому что, ну, соты не выдерживают, связь не выдерживает, да, и я поэтому тоже узнал об этом гораздо позже. Ну, вот, насколько я знаю, там за сценой в бэкстейже эта новость уже во время концерта Земфира стала всем известна. Там рядом на речке стояла такая баржа с какими-то такими веселыми танцами. Вот диджей выключил музыку, врубил альбом «Back in Black». И я не знаю, случайно это получилось или намеренно, но бис, который выбрала Земфира, песня про «Хочешь сладких апельсинов», не самая яркая точка фестиваля и как-то под торжественный салют, как-то не очень подходит. И я, честно говоря, не знаю, то ли сообщили ей, что Эмми Майнхаус умерла, то ли она как бы сама интуитивно выбрала именно эту песню, но в итоге вот этот последний трек получился таким одновременным и реквиемом, и посвящением артистке о смерти которой на тот момент еще мало кто знал из присутствовавших на концерте. Но вот теперь все это, конечно, заплелось в одну историю навсегда. Как написала Земфира сама на своем сайте, афиша афишей, а умерла Эмми черный день. Вот это придя домой, видимо, она оставила это сообщение на своей официальной странице. Ну и к счастью или к несчастью, эта новость не успела омрачить, собственно, весь фестиваль. Может быть, одна самая последняя нота этого фестиваля. Поэтому не будем о грустном, а все-таки вернемся к тому, что Кортни Лав продемонстрировала, что можно и при таком образе жизни, которая, собственно, для Эмми Майнхаус была примером в этом образе жизни. И, тем не менее, она сумела провести концерт на высоком уровне, Кортни Лав со своей группой The Hole. Как получилось, что вообще они попали на ваш фестиваль? Ведь они очень дорого стоят, я так понимаю, и в Россию не заезжали. Должен сказать, что набор артистов на главной сцене – это всегда некоторый компромисс и всегда следствие некоторой случайности. Потому что, что греха таить, одновременно в этот же день проходит множество фестивалей по всей Европе, а также Америки, Японии и Австралии. Финансовые возможности у них совсем другие. Лететь туда для наших хедлайнеров ближе. И поэтому нам приходится, в общем, сражаться за каждое имя. То, что в этом году получилось как-то договориться с Кортни, это большая удача, большая победа. Не сказать при этом, чтобы это была артистка, традиционно почитаемая редакцией журнала «Афиша», но это как раз тот случай, когда как икона, как культурный герой, как личность. Она, безусловно, герой и журнала, и фестиваля, и публики на этом фестивале. Некоторые мои друзья в Фейсбуке писали, пусть она, может, не поет, а просто на сцене пресс-конференцию устроит. Потому что то, как она говорит, то, что она говорит во всех интервью – это, конечно, фантастика. Это человек, у которого нет никаких тормозов, который общается с такой степенью легкости, веселья, крутизны, иронии, наглости и всего остального, что просто рядом некого поставить. И в итоге, надо сказать, что и концерт ее в какой-то момент превратился почти в стендап-комеди, когда она гнала какие-то телеги со сцены, напяливала на себя кокошник, там, курила, общалась с залом, задавала всякие скабрезные вопросы. Ну, наконец-то мы возьмем прямо вживую версию из Ютьюба. Courtney Love and the Hole. Skinny Little Beach. 23 июля 2011 года. Пикник-афиша. Пикник-афиша. Витя Яр КОНГЕЗОКОСу. Пикник-афиша. Предписывайтесь на наш канал. Пикник-афиша. Пикник-афиша. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы только что послушали одного из хедлайнеров фестиваля «Пикник Афиша-2011» вместе с одним из его организаторов Юрием Сопрыкиным. Юр, мы уже должны идти к концу нашей встречи. Земфира, безусловно, героиня ваших фестивалей и этого фестиваля. Да, я должен сказать, что, пожалуй, самая большая аудитория за всё время фестивалей собралась в этом году именно на концерте Земфира. Такого людского моря безбрежного просто ещё не было. Да, с высоты горы, на которой я сидел, я видел, вот как стягивалась толпа, вот вся эта толпа, которая была рассредоточена на многих площадках до этого. По-моему, некоторые люди специально купили билет, чтобы прийти. Ну, безусловно, безусловно. Свою героиню. Вокруг меня стояли сотни плачущих девушек, я такого не видел. А некоторые люди женского пола пришли в 12 часов, заняли места в первом ряду и с них не сходили всё это время. То есть, они держали места перед сценой с самого начала. Ну, в общем, неплохо провели время, надо сказать. Много хорошей музыки послушали. Ну что, будем с тобой прощаться. Спасибо. И мне было очень приятно, что Земфира приберегла для вашего фестиваля премьеру песни, которую мы сейчас и послушаем. «Деньги». До свидания, Юр. Спасибо, Саша. Все ножки, деньги. А что такое деньги? Уже такой день я болею от обиды на людей. А на улице прекрасная весна. Деньги. А что такое деньги? Отборженная тень. Говорят, что с ними тупой веселей. И за что тогда меня лишили с нами? Будь всегда счастлив, сиди с тобой. Будь всегда счастлив, сиди с тобой. Нужно я лень, а желанное по-крупному сыгнать. Только всё равно найдутся по-крупней. Деньги, а что такое деньг? Уже который день я пытаюсь разобраться и понять. Деньги, а что такое деньг? Деньги, а что такое деньг? Все нужны деньги, а что такое деньг? Все нужны деньги, кому нужны деньги? Всем нужны деньги, а что такое деньг? Деньги, деньги, что такое деньг? Деньги, кому нужны деньги? Деньги, все нужны деньги, 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 деньги. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого. О самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80.